Французские власти ввели войско на территории Новой Каледонии. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Аталь. Глава французского правительства уточнил, что подкрепление на фоне беспорядков запросил верховный комиссар заморской территории Гуэлла Франк. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провёл экстренное заседание Совета национальной обороны и безопасности, посвящённое ситуации на заморской территории. Он напомнил о необходимости возобновления политического диалога и поручил пригласить делегацию Новой Каледонии в Париж. «Сотни человек пострадали в Новой Каледонии. Десятки домов, предприятий сожжены. На протяжении трёх дней мы направляем отряды спецназа жандармерии для спасения граждан. Мы должны соблюдать комендантский час в Нумеа. В условиях демократии население никогда не являлось способом самовыражения». Поводом для беспорядков стал протест против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, который разрешает голосовать на выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас правым голоса обладают только граждане и их дети, внесённые в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения, который расширял автономию заморской территории. «Всё это организовано людьми, которые хотят контролировать, манипулировать нами. Они хотят разрушить всё, что мы построили, сломить наш дух и напугать людей, чтобы все каледонцы покинули страну». Беспорядки начались 13 мая в столице Новой Каледонии, городе Нуме, где прошла демонстрация против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Участники митинга начали поджигать местные магазины и заправочные станции. За два дня столкновений ранения получили сотни человек, включая и местных полицейских. Известно как минимум о четырёх погибших. Сразу после этого на территории острова был введён комендантский час. В регионе на протяжении длительного времени сохраняются межэтническая напряжённость, социальные и экономические трудности.